я когда купила на сборе мой тренер идет и говорит а вы знаете наташа купила бентли и все думали что я купила машину порода той терьер ему уже семь лет зовут бентли его у него по паспорту так было там получается как выбираешь кличку собаки по имени отца матери и деда по моему как у него было бентли фэнтези гном я выбрала бентли все питомцы наверное похоже на своих хозяев чем-то он такой же быстрый такой же резвый веселый любит подурачиться развлекает нас радует сына потому что ему нравится такая маленькая собачка ну правда он еще не понимаешь что это собака потому что видит на улице больших собак а это какая-то маленькая это магуна собака первый раз когда привезла бы туда думала этот ревновать будет такса и наоборот оказалось что этот маленький приставал к нему там за уши трепал его то есть игрался не боялся даже к животным я отношусь позитивно особенно к собакам собак я очень люблю потому что они преданные животные они никогда не предадут своего хозяина но завести не хочется потому что это ответственность а с моим ритмом жизни и так жалко когда ты оставляешь это собаку кому-то из друзей когда уезжаешь там на пару дней или везешь домой к маме потому что ну и жалко она скучает и поэтому не хочется уже заводить никого потому что понимаю что это очень большая ответственность когда я прихожу на тренировку у меня не очень хорошее состояние либо после прошедшей работы когда у меня немножко забиты мышцы то мне эта резинка помогает растянуться когда я не могу растянуться сама резинка способствует такой амортизации когда допустим ты надавливаешь и она под такими углами помогает тебе растянуть мышцу под которыми ты допустим рукой сам не можешь дотянуться чем быстрее работают руки тем быстрее работают ноги то есть руки как проводник если же они будут у тебя слабые они будут естественно медленнее двигаться а из-за этого движение ног тоже будет медленнее поэтому в теле спринтера должны прокачаны быть и руки и ноги и все прокачано должно быть чтобы она работала как часы здесь мы прокачиваем заднюю поверхность бедра которая в спринте непосредственно участвует и она должна быть настолько сильной чтобы не порваться моей жизни уже было три таких травмы из них очень тяжело выйти первый раз когда я так травмировалась серьезно для меня конечно это был шок потому что я была очень юном возрасте и не ожидала такой травмы но это было вследствие того что я недовосстанавливалась и где-то может не докачалась лето но все-таки в юношестве ты не задумываешься что рано или поздно ты можешь получить травму от того что ты соревнуешься мышцы еще не выдерживает той нагрузки на соревнованиях поэтому с каждым возрастом ты становишься все умнее учишься к сожалению на своих ошибках и стараешься теперь не допускать этого прыжки в песок с места и тройным с места это показатель моей готовности и моей силы чем дальше я прыгаю значит тем больше у меня силы для отталкивания с колодок поэтому непосредственно это как тесты перед моей тренировкой если знаю допустим приблизительно свой результат там свой личный рекорд и если я к нему приблизилась значит я нахожусь хорошей форме пик у меня был в олимпийский сезон 2016 году на 200 метров я пробежала там по личному у меня сложилось все то что мы тренировались тренером и это все вылилось в личный рекорд но я считаю что последнее слово спринте еще не сказала хочется конечно побыстрее набрать обороты и вернуться к своей былой форме но немножко после рождения ребенка это сложнее сделать чем нежели ты тренировался усердно 10 лет михаил дмитриевич годы четыре и уже на стадионе из них с рождением ребенка я вам скажу у меня появилось еще больше мотивации получается что я пропустила полтора года соревнований и за эти за это время я постоянно следила за соревнованиями и мне прям хотела просто бежать и я чувствовала уже что когда я отдохнула я уже чувствовала что мне очень хочется прям урвать дорожку и хочется в бой и поэтому я приступила очень быстро к занятиям на тренировкам и через десять месяцев уже вышла и выступала конечно это был не тот уровень который до этого был но я считаю что это все равно очень быстро было с рождением еще больше мотивации хочется просто доказать что и еще что-то можешь показать что еще не последнее слово сказала свое поэтому как бы мы с мужем вместе под поддерживаем друг друга стремимся общее дело вот и и чтобы быть для сына примером я 1 вера никогда в жизни себе не могла представить что я покину свою страну и перееду жить в другое государство и вообще что мой муж будет на тот момент вообще гражданин другой страны познакомились мы на чемпионате европы в праге в 2015 году начали общение свое переписывались в контакте потом пропало общение потом опять встретились на соревнованиях в чебоксарах на командном чемпионате европы опять продолжили общение и вот оно как-то так закрутило что 2016 году я приехала в краснодар и осталась здесь жить 6 января в славянск на кубани проходили рождественские старты мы с мужем выступали и случилось так что у нас виды в одно время и нам не на кого было стоять ребенка но мужественно перенес это соревнование нам помогла немножко подружка побыла в тот момент когда мы не могли отлучиться от трека и сын вместе с нами разделил наши победные места тренер всегда говорит мне ну это конечно не очень такое сравнение может как к девушке но нужно горцевать как лошадь вот она выходит на старт и вот так вот горцует то есть играется как бы хочет добавить скорость хочет убавить то есть нету такого напряжения спринте спринт это понятно быстро но нужно делать быстрое движение а не нужно себя зажимать там задавливать можно бежать быстро но широко свободно то есть это тоже присутствует в спринте на каждом старте разный станок стартовый то есть разная высота самой колодки разные покрытия разные на колодке ну вообще фирмы даже разные колодок поэтому приходится за день до старта когда ты приходишь на разминку как-нибудь попробовать приучиться к ним не знаю но есть любимые колодки есть нелюбимые колодки вот так бывает если у меня не складывается со старта может какие-то ошибки где-то засиделась где-то неправильно ногу поставила и ты на старте уже если не дай бог зажмешься ну вот сковал себя и ты не можешь уже к финишу добежать так как тебе нужно ты просто уже сам себе не не принадлежишь можно так сказать то есть не бежишь своим бегом а уже не знаю как объяснить подстраиваешься а вот 200 метров даже если ты плохо стартанул ты можешь набежать на финише то есть вот этот кусок который ты там не доделал ты можешь его сделать в конце то есть там уже от скоростно силовой выносливости зависит а как бы на 100 метров ошибки нельзя делать на 60 вообще ошибок не вращают то есть очень коротко ну как для меня есть конечно люди которые любят 60 метров и я скажу что я люблю 100 метров но как показывает практика 200 метров у меня получается лучше чем 100 мне когда-то тренер сказал когда ты перестанешь себя жалеть на тренировках тогда у тебя будет результат я всегда не любила длинная работает отрезки там по 200 метров по 300 даже по 400 кто-то спросит зачем спринтеру который бежит 100 260 метров бегать такие отрезки мне даже было в детстве что я бежала три по километру я тогда задавала себе вопрос зачем она мне нужна я себя жалела и как бы у меня были результаты достаточно неплохие но чтобы прибавить нужно как бы выйти из зоны комфорта не жалеть себя преодолеть вот это вот на тренировке и потом как ты выходишь на соревнованиях это намного раз во много раз легче удается сделать чем нежели ты будешь на тренировке грубо говоря халявить не доделаешь а выходишь на соревнования результата нет 2013 году и меня пригласили на кубок губернатора волкоградской области я летела из харькова через москву и москва волкоград и с собой я всегда беру соревновательные вещи шиповки топик плавки костюм соревновательные в общем когда я прилетела в волкоград оказалось что моя сумка даже не вылетела из харькова и нас встречали в аэропорту и татьяна лебедева когда узнала мои проблемы она дала мне на соревнования кроссовки свои то есть спасла меня от того что мне не в чем было разминаться и то есть то что мне необходимо было мне в рюкзаке конечно оказалось и я выступила нормально я заняла по моему там либо первое либо второе место не помню у нас там конкуренция была с моей же соотечественницей вот то есть но вот прилетела домой и только через три дня забрала свой багаж который так как оказался был харькове вообще был казус перед олимпийский сезон когда чемпионат европы было мы потеряли палочку с первого на второй этап это конечно для нас было вообще с таким опытом проделаны работы для нас настолько было неожиданно и настолько больно но на олимпиаде собрались и показали результат достойный 1 олимпиада это знаете как что здесь происходит куча эмоций ты как ребенок не знаешь куда тебе податься куда сделать и выходишь и там стадион полностью представьте гитая это все забито людьми и все шумят просто ты как будто стоишь внизу на тебя народы весь давит я не знаю сколько там тысяч было это просто вообще сумасшедшие открытие у них было то есть они не поскупились на вот эти всякие штучки крутые в лондоне было немножко как поддержание по европейскому так ну по по-своему более мне кажется спокойно было чем вот в пекине и в рио в рио тоже было как вот карнавал все вот они какие такие вот горячие все то есть ну каждый старт по своему запоминается естественно если у тебя там хороший результат он тебе запомнился как супер старт поэтому больше всего конечно мне запомнился пекин потому что это первый олимпиадок и мне еще на тот момент 20 лет только было я можно сказать приехала еще туда юниорка и и на такой уровень вообще для меня это было что-то желание мое сбылось на тот момент а уже когда я приехала в рио в 2016 как моя мама говорит еще вчера мне было 16 лет и я только мечтала на олимпиаду а уже на третью съездила поэтому конечно уже по психологическим фактором я спокойнее себя там чувствовала уверенно и знала на что я рассчитывать могу на какой результат я считаю что мне еще все и все шансы есть попасть туда как бы выполнить норматив и основное только дождаться решения я чтобы они мне разрешили выступать но и надеяться что выпустят россию под флагом и я уже буду в составе россии выступать я не знаю в другие и и и и и и